Здравствуйте все! Приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Русский Хилан и хочу поговорить сегодня немного о проблемах бесснежной зимы. Бесснежная зима встречается не так уж и редко в наших умеренных широтах, особенно в последнее время. Например, в 2017-2018 году зима не радовала нас обилием снега в своем начале, но морозы были. В чем же кроется опасность и как избежать повреждения садовых растений от бесснежной зимы. С одной стороны, растения, которые растут в умеренной зоне, в общем-то приспособлены к тому, что будет зима, будет мороз, будет холодно. И поэтому морозостойкость этих растений, особенно их надземной части, достаточно высока. При этом корни, к сожалению, даже тех растений, которые привычны для нас, яблони, груши, сливы, вишни, других косточковых и семечковых, они достаточно чувствительны и не выдерживают морозы ниже 15 градусов. Конечно, все очень зависит от того, как долго эти морозы продержатся, 1-2 дня или целую неделю. Как бы то ни было, если речь идет о молодых саженцах или южных сортах слив, или южных крупноплодных сортах малины, тем более, если это какая-нибудь голландская земляника, то в любом случае пару морозных зим без достаточного снежного укрытия являются проблемой. Что же нам в этой ситуации делать? Если гидромедцентр и прогноз погоды говорит нам о том, что на бесснежную землю у нас ляжет приличный мороз, конечно, прежде всего надо позаботиться об укрытии. Всегда проблемой является, когда зима теплая-теплая-теплая, снега нет, а потом раз и резко наступает холода. Кто-то не укрыл растения, боясь выпривания, кто-то укрыл, но раскрыл, потому что опять же пошли дождики, и было страшно, что будет подпревание повреждения грибами. Поэтому надо срочно поехать к себе на участок и выполнить укрытие. Какое укрытие лучше всего? Конечно, это навоз. Почему? Потому что он, кроме того, что изолирует корни растений от мороза, он еще и сам немножечко подогревает почву и позволяет какое-то время морозу не добраться до корней, а растения, в общем, приспособятся к таким надвигающимся неблагоприятным условиям. Но подойдут и опилки, подойдет и окучивание землей, какими-то другими подручными материалами, соломой или чем-то подобным. Кроме того, что растения боятся вымерзания, морозы в бесснежный период очень опасны и с сушением почвы. И это тоже немаловажный повреждающий фактор. Поэтому, если вы успели приехать до наступления морозов, обязательно надо ваши грядки пролить. Для растений, которые в умеренной зоне являются южными, теплолюбивыми и вымерзают до уровня снега, а это такие растения, как, например, гуми, бересклет, фурчуна зачастую, лимонник, актинидия, иногда ежевика очень сильно повреждается, для них, конечно, вопрос укрытия является критическим для их выживания и плодоношения в случае бесснежной зимы. Поэтому, если у вас на участке есть такие растения, вам обязательно нужно следить за прогнозом погоды и в случае, если надвигаются морозы, а снега все еще нет, соответственно, необходимо сделать заранее укрытие. Но даже если вы не успели и приехали, когда землю уже сковал мороз, все равно необходимо позаботиться о том, чтобы укрытие было организовано, потому что неизвестно, что будет дальше, как долго продержатся эти морозы и когда выпадет снег. Для того, чтобы выпавший снег, даже если он выпадет в небольшом количестве, продержался на растениях как можно дольше, вам также надо организовать укрытие, но это уже должно быть немножко другое укрытие. Это укрытие по типу еловых лапок, ветвей, листвы, чтобы она была насыпана рыхлым слоем, для того, чтобы снег там застрял и продержался как можно дольше. Будем надеяться, что эта бесснежная зима не сильно повредила наши растения и будем надеяться на успех наших садово-огородных работ. А я призываю вас подписываться на наш канал Процветок, оставлять свои комментарии, задавать вопросы, ответы на которые вы получите или в следующих выпусках, или в комментариях под нашими видео. Спасибо за внимание и до встречи!